Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. В горах порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. В горах местами минус 2, плюс 3. Днем до плюс 16. В горах местами плюс 6-11. В Черкесии без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 13-15 градусов. Теме безопасного интернета был посвящен круглый стол с участием представителей и представителей Министерства образования и цифры экстренных служб реагирования педагогических организаций Карачаева-Черкесии. О важности результатов заседания, проходившего на базе Республиканского института повышения квалификации работников образования, в сюжете корреспондента Артура Мхце. Интернет должен быть безопасным. Убеждаешься в этом каждый раз, когда в той или иной социальной сети размещается информация, которая может оказать негативное влияние на неокрепшую психику подростков и молодежи. Если у большинства взрослых все-таки имеется, хочется в это верить, критическое мышление и умение выстраивать логические цепочки, то несовершеннолетние, принимающие многое за чистую монету и желающие как-то себя зарекомендовать, потенциальные потребители зачастую ложной информации. Мы все понимаем, что безопасность в цифровой среде, среди детей, это очень актуальная история, и здесь особое влияние на это оказывают только сами учителя и родители, по сути. Потому что наша задача может быть направить, подсказать, в какую сторону смотреть, будь то мессенджеры и опасность там, будь то какие-то приложения и какие-то опасности там. Но тотальный контроль, конечно, нами очень сложно будет обеспечить. И мы понимаем, что в первую очередь и самую важную роль здесь играют все-таки учителя и родители. Представители Минцифры Карачао-Черкесии периодически организуют мероприятия, чтобы у школьников было как можно больше информации о том, что можно и чего нельзя делать в глобальной паутине. Только в ноябре они организовали в образовательных учреждениях несколько уроков. Подобной тематикой озабочены и представители Минобра, силовых ведомств, педагогических коллективов республики. Однако все они впервые объединились на площадке регионального института повышения квалификации работников образования, чтобы при участии экспертов Лиги безопасного интернета постараться выработать единую методику взаимодействия с несовершеннолетними и их родителями. Одна из задач нашего месяца – это как раз донести до родителей, что дети не все знают в интернете, как многие родители уверены в этом. И дать им возможность, дать материалы, почитать, посмотреть. Мы рассказываем очень много о том, что происходит. И это поможет нам совместными усилиями с педагогами, родителями и детьми все-таки объяснить нашим детям, что есть и негативное в интернете, есть и позитивное. И научиться брать хорошее. Данная проблема актуальна для всех регионов России. По словам эксперта, Черкесск стал девятым городом, где прошел круглый стол по теме обеспечения безопасности в сети интернет. Беседы с родителями и педагогами доказывают, что к вопросу необходимо подходить комплексно, а опыт каждого спикера дискуссионного мероприятия может оказаться полезным для очень многих. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачао, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok